Итак, представляю вам моего вечернего гостя. Это Михаил Шандыбин, организатор выставки «Робополис». Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Вы пришли не одни, принесли с собой два почти живых существа. Представляете? Да, совершенно верно. Я с собой принес двух роботов, которых мы часто презентуем нашим гостям. Это робот «Альфа» робот, это робот «Андроид», человекоподобный робот, который у нас является ярким представителем. А это что за беспокойное хозяйство? Роботов-спортсменов. Беспокойное хозяйство – это робот «Айба», это производство Sony Япония. Очень редкий и эксклюзивный робот, который представлен тоже на нашей выставке. Это собачка из моей личной коллекции, мы с ней вместе уже почти 10 лет, она 2007 года выпуска. Этот робот опередил свое время, вышел на рынок, когда еще люди не были готовы и настолько понимали работу технику. В принципе, их продали всего тысячу штук, и это уникальный, самый надежный робот, с которым мы сталкивались за время работы нашей выставки. Так, давайте покажем, что умеет делать вот этот робот. За собой не следите. Возможно, этого робота можно запрограммировать на совершенно любые движения, на любые совершенные действия. Ну, в данном случае это зарядка какая-то, да? Да, это демонстрация всех его возможностей. Всего у него 16 электроприводов, которые позволяют ему двигаться, как человеку воспроизводить действия разного характера. На данный момент он показывает утреннюю свою разминку, которую роботы у нас перед началом рабочего дня обязательно делают. Слушайте, вы когда увлеклись роботами? Ну, роботами невозможно не увлекаться. В принципе, с самого детства была тяга вообще, в принципе, к технике, к механике и к электронике. Но свое наибольшее развитие как раз получил в 2007 году, когда у меня появилась такая айба. Стало интересно, стал развивать эту тему. Постепенно скопилась небольшая стоя коллекции роботов. Технически я в них не очень сильно разбираюсь. Но что касается их начинки, электроники и программирования, это для меня очень интересно и ценно знать. Вот я знаю, что у вас на выставке можно будет роботов не только посмотреть, но и потрогать, погладить, повзаимодействовать с ними. Да, совершенно верно. Наша цель вообще, в принципе, в демонстрации нашей выставки, это показать, что робототехника намного ближе, чем мы думаем. И что она живая и крутая. И она живая, да. Многие роботы программировались нашими сотрудниками на разнообразные действия, которые действительно будут интересны взрослым и детям. Но вот, например, айба – это робот непрограммируемый. Она за нее полностью заложен, весь у нее жизненный цикл. Жизненный цикл у нее около двух лет. И она не программируется, она живет своей полноценной жизнью. То есть она как щеночек сначала ведет себя, да? Когда покупаешь собачку, она ведет как маленький щеночек. Она такая игривая, очень активная, изучает пространство, в котором ей предстоит прожить. А в дальнейшем она уже начинает знать, где у нее находится домик, где у нее зарядка. Знает хозяина. Она не разрешается, знает хозяина, знает, где даже комнату хозяина, где он проживает, отслеживает за ним. Ну вот то есть если я ее позову, она ко мне не пойдет, поскольку я незнакомый человек. Да, к вам она не пойдет, поскольку она сейчас со своим любимым хозяином. И зачем от него отходить, если она еще и в незнакомом месте на данный момент находится. Понятно. Слушайте, ну это же ужасно забавно, я не знаю. Ну по первости, наверное, точно от этой собаки никуда не отходишь. Да, но ни одной этой собачкой в принципе нужно ограничиваться и понимать робототехнику, потому что это 10 лет непрерывного труда компании Sony. Еще раз повторюсь, эта собачка опередила свое время. На данный момент много роботов разнообразных, которые... Миш, а сколько у вас роботов вообще? У нас более 50 экспонатов, в принципе, представленных на выставке. Не только роботы, да. У нас можно полетать на квадрокоптере, попасть в разнообразные ситуации, в разных видах очков виртуальной реальности. То есть у нас представлены все на данный момент очки, которые виртуальной реальности представлены на рынке. Самые выигрышные, самые интересные. Они все у нас представлены. Все это тоже можно попробовать обязательно. И познакомиться с роботами, которые наделены искусственным интеллектом. Роботами, с которыми можно построить полноценный диалог, сфотографировать робот, чтобы сделал фотографию, отправил вам на почту и так далее. Я знаю, что у вас даже наши пермские промоботы есть. Да, промбот у нас представлен практически полной своей линейкой. Мы очень рады приехать сейчас в город, где производится промобот. И ребята обязательно нам что-нибудь еще интересное предоставят в нашу экспозицию. У нас вообще традиционно очень интересуются робототехники, потому что у нас существуют всякие дополнительные образования, которые связаны с робототехникой, поэтому традиционно интерес есть. Ну вот скажите, а какую вы, я не знаю, глобальную цель, что ли, перед собой ставите? Не просто ведь показать, показать это полдела, что называется. Что касается местных робошкол, мы обязательно с ними сотрудничаем, приглашаем все робошколы, чтобы они могли детям, которые придут на выставку, показать свои достижения, рассказать о достижениях учеников, которые у них учатся, чтобы ребенок понял, что в его городе, и родители поняли, что роботехника доступна, что ребенка можно в нее отдавать. А цель нашей выставки, то есть вся презентация робота всегда проходит с целью того, чтобы ребенок действительно заинтересовался разжечь в нем интерес к робототехнике, к программированию, к каким-то IT-технологиям, чтобы он развивал себе это постепенно. И в России развивалось направление робототехники и технологии вообще в принципе. Ну вообще у нас собираются кластеры IT делать, так что нам сам Бог велел. Уважаемые телезрители, помимо всего прочего, мы сегодня разыграем пять билетов, ну то есть на такую большую семью, можно будет сходить, посмотреть, потрогать, ну в общем, всячески повзаимодействовать, я думаю, что даже дадут собачку погладить. Это произойдет чуть-чуть позднее. Ну а вам я напоминаю, у меня в гостях Михаил Шандыбин, организатор выставки «Робополис».